Сюжет футболиста карьеры полностью вымышленный. Всякая сходца с реальными событиями является абсолютно случайным. Ну что же, мы продолжаем. У нас закончилась, как вы помните, травма. Там какую-то микротравму мы получили. Поэтому сейчас, я надеюсь, там как-то у нас получится так, что серия у нас выйдет немножечко короче. Потому что не два месяца, а полтора где-то мы будем здесь отыгрывать теперь. Из-за того, что полмесяца мы проболели на этой травме в прошлом выпуске. Сейчас у нас ответная игра против Альбас Чете в Кубке Испании. Потом играем против Лиля на выезде в Лиге Чемпионов. Барселона-Виллереал, Эспаньол-Барселона. Вот Барселона против Атлетик-Бильбао. Потом ответная игра четвертого тура Лиги Чемпионов. Здесь против Лиля. Правда, мы теперь играем дома. Естественно, Эль Классика. Сегодня у нас даже будет товарищеский матч. Мы, естественно, пропустим. Барселона-Валенсия. Потом Атлетика-Барселона. Почему бы и нет? Пятый тур Лиги Чемпионов. Домашняя игра против Сиона. Ну и закончим все матчем против Тенерифи. Поэтому вот такое у нас сегодня расписание. Давайте сразу же будем начинать. Домашняя игра в Кубке. Играем против Альбачета. Вот такой вот у них состав. Вот такой вот у нас. Мы заряжены. Поехали. Итак. Барселона принимает сегодня интересную команду. Ответная игра в Кубке Испании. Альбачета приезжает в Барселону. Посмотрим, как сложится этот матч. Поехали. Неудачненько очень. И удар какой отлично. 2-0. В общей сумме в двухматчевом противостоянии. Маттеус забивает наша предголевая передача. Главное, что забили. Теперь полегче уже нам будет. И 2-0. Вот просто сейчас я ничего не делаю. Уже второй гол практически. То есть ни голевую, ни гола не забиваю. Но нормально так идем. Командная игра суперская. Мы уже 2-0 обыгрываем Альбачета. И суперски. И это 3-0. Просто спасибо большое. Там Видаль вроде, да, давал на меня голевую передачу. Вот. Такую еще сальтушку в мутанем. 7-4 минута. Давайте посмотрим здесь вот Маттеуса. Да, и вот Видаль. Он дает на меня голевую. Но здесь просто надо было уже забить. Я думал, сейчас спокойненько поближе подойдем. Чтобы точно забить и все. Здесь мне немножечко прием как-то мой мяча смутил. Вот. Как-то так там дальше побежал. Странно. Мангаля выходит вместо Филиппа Луиса. И все. Разгромная домашняя победа. В Кубке Испании над Альбачете. Матеус де Йонг и я забили по одному мячу. У меня только один вот гол без голевых. Вот. Поэтому неплохо. Неплохо так. Мы дальше проходим. Главное, что смогли где-то, может, наиграться побольше. Именно в таком турнире сыграться. Поэтому проходим Альбачете. Дальше мы встретимся против Ливан. И, кстати, там, наверное, одна восьмая уже будет Кубка Испании. Забил уже 12-й гол в сезоне. 195-й гол в карьере. Итак, сейчас у нас выездная игра против Лилия. Третий тур Лиги Чемпионов. Вот такой вот состав у нас. Вот такой вот состав у Лилия. До сих пор там Джонатан Давид. ВА играют. Ну, а больше там, ну, вот Лихаджи еще знаю. Гуе, кстати, наверное, из пассажей перешел. Все. Данте. Вот вижу. Лунина. Илмаза. Майгданов. Хосефонте. Так что много есть таких интересных игроков, наверное, уже, которые там перевоплотились в возрасте. Поэтому Лиль против Барселоны. Поехали. Итак, Метрополь Арена. Лиль принимает сегодня Барселону. Напоминаю, третий тур Лиги Чемпионов. Поехали. Их мы пропускаем. Вот так вот уже на 14-й минуте. Нам забивает это ВА, естественно. Теперь надо отыгрываться. Так, набираем ход. Нас прямо здесь подрубают. Возле штрафной. Ну-ка. И голевую мы отдали. Отлично, 39-я минута. Это Пуч забил. Да, Рики Пуч. Отличный гол. Вот она наша здесь голевая, смотрите. В стеночку, можно так сказать, мы отыгрались. Отлично, он здесь на грудь принял. И пробил. Супер. 1-1. Сравниваем счет, отдаем голевую передачу. Ребята, молодцы. Итак, ну что же, опасный штрафной. Мы у мяча. Давайте просто попробуем навесить. Слегонца буквально. И Пуч забивает. Две мои голевые на Рики Пуча. Ну, супер. Первый мой, можно сказать, так разыгранный штрафной. Ну, классно, классно прямо сейчас все это было. Аккуратненько на ближнюю навесили. И от штанги он забивает. Просто подцепили мяч, аккуратно под низ пробили. И все. Мы уже впереди. И все, заканчивается матч. Дубль Рики Пуча нас спасает во Франции. Мои две голевые тоже пригодились, можно так сказать. Поэтому это неплохо. В Лиге Чемпионов вроде вообще впервые две голевые отдаю. Давайте уж точно удостоверимся. Да, здесь голевая, здесь голевая. Поэтому все замечательно. Так, у нас в группе вон Манчестер Юнайтед 2-0 обыграл Сион. Вот они сейчас на первом месте. Ну и мы немножечко к ним приближаемся. Мы сравнялись по очкам с Манчестер Юнайтед. Но у них там разница мячей получше. Поэтому в любом случае, молодцы мы. Две голевые я сейчас отдал. Три голевые передачи уже у меня в сезоне. И девяностая была голевая передача в карьере. Итак, сейчас у нас домашняя игра против Вильяреала. Они идут ниже десятой строчки. Вот такой вот у них состав. Вот такой вот у нас. Посмотрим, что из этого выйдет. Поехали. Итак, Камп Ноу. Барселона против Вильяреала. Домашний наш матч в чемпионате Испании. Поехали. И как сейчас мы разложили просто. Вот этот шедевральный гол. Очень мне вот он понравился. Ребята, молодцы. Тридцать и мая минута. Один ноль. Я хочу еще раз посмотреть. Насладиться этим голом. Вот здесь нагреть мальчик. Отлично мы отдали. Ну, здесь вот сюда. Сюда еще так как прокинули. Все. Ну, Кипер здесь даже не был, наверное, как мой защитник. Вот здесь вот обыграли мяч, перебросив. Ну, а гол действительно красивый получился. На технике такой. Ну, а там просто надо было уже в дальней закатить, пробить. И гол Кипр, естественно, этот мяч не достал. Ну, просто там пробить оставалось и по пустым уже. Отлично. Дубль. Сегодня мы оформляем ворота Беллериала. Замечательно. И все. Финальный сесток. Барселона одержит уверенную победу дома над Беллериалом. Мой дубль нам приносит победу. Замечательно все. У меня оценка 7,5 за матч. После 7 туров мы поднимаемся вот сейчас на четвертую строчку. У нас 3 очка отставания до первого места. Забил уже 14-й гол в сезоне. 197-й гол в карьере. Так, сейчас у нас интересное дерби. Барселона против Эспаньола. Это барселоновское дерби, можно так сказать, каталонское, как-нибудь еще. Четвертая строчка против пятой. Если сегодня Эспаньола нас обыгрывает, то они будут наравне с нами и, скорее всего, обойдут даже в турнирной таблице. Но посмотрим. Вот такой вот у них состав. Мы играем сегодня на выезде. Посмотрим, что из этого вообще выйдет. Эспаньола против Барселоны. Поехали. Итак, Эспаньола против Барселоны. Каталонское дерби. Посмотрим, как сегодня сыграют обе эти команды. Поехали. И голевая. И снова Рики Пуч. Серьезно, уже третью голевую на него. Сегодня... А, не-не-не, это оленя, извиняюсь. Я уже думаю, Рики Пуч. Вылез так неплохо. Очередной ассист. Хотя бы у меня получается и забивать, и отдавать в Барселоне. Это очень меня радует. Играем на команду. И это супер. Здесь очень хорошо на ложном остановил. И в центр просто отдал. А там уже кто-нибудь доберется до моего мяча. Снова я на подаче. На ближнюю так отдаю. И... И это снова голевая моя. Со штрафного. 19 номер. Кто это такой вообще? А, Лес Кану забивает. 24-я минута. Снова мой дубль голевыми передачами сейчас. Ну, вы просто посмотрите. Аккуратненько на ближнюю навешиваю. А там уже, мне кажется, уже заложено. 100% будет гол. Супер. И в штангу я попал. Но здесь все-таки забивает. Но вот это вот вообще обидно. Голкипер стоял вообще уже в противоположном углу. А у меня не получилось просто попасть в створ. Попадай именно в штангу. Но это обидно. Очень обидно. И все. Разгромная победа над Эспаньолом. В барселоновском дерби. В каталонском дерби. Отдали мы две голевые. Лискана забивает дубль. Я не знаю, кто сейчас станет лучшим игроком. Скорее всего, Лискана. Но в любом случае матч вышел замечательный. Но у меня, кстати, тоже оценка 7-5. Вот. Да, две голевые отдал. Ну, а там уже Лискана сам забил. После восьмого тура мы поднимаемся уже на третью строчку. И мы сравнялись, кстати. У Реала, Леванта и у Барселоны. У единственных этих трех команд по 19 очков. Мы идем на третьем месте. Из-за разницы мячей. Поэтому нам надо вот побольше забивать. Вот такие вот дела. Две голевые снова я отдал. Пятая голевая передача в сезоне. 92-я в карьере. И рейтинг, кстати, у меня поднялся. 98 стал. Потому что вроде как у меня он падал. Когда карьера у меня была в Баварии. 97 у меня вроде был. Но неплохо. Ну что же, у нас сейчас домашняя игра против Атлетик Бильбао. Они идут ниже 10-й строчки. Не знаю, почему у них так-то случилось. Вот такой вот у них состав. Вот такой вот состав у нас. Мы действительно заряжены. Барселона против Атлетика. Поехали. Итак, Кампноу. Барселона против Атлетик Бильбао. Очередной тур чемпионата Испании. Поехали. И какой хороший гол сейчас. Уже на 9-й минуте мы забиваем. Суперский голешник с подкруточкой. Хорошей. Барселона Атлетик 1-0. Итак, заканчивается матч. Минимальная победа. Вот этот единственный гол в начале первого тайма. Все и решил. Наш вроде как вообще, наверное, там единственный удар в створ. Но главное, что мы его реализовали. Нет, у нас было два удара. Поэтому неплохо. У меня оценка 7-5 за матч. После 9-го тура мы на первом месте. Потеряли очки Иреал и Леванты. Поэтому все. На первом законном месте мы сейчас. Забил 15-й гол в сезоне. 198-й гол в карьере. Итак, сейчас у нас ответная игра в Лиге чемпионов. Четвертый тур. Играем против Лиля. Правда, теперь мы дома. Состав вроде не сильно у Лили изменился. Лунин, правда, теперь вот на воротах. И Илмаза я увидел. Данте также вот появился. Поэтому посмотрим. Как сыграем. Барселона против Лиля. Поехали. Итак, мы снова в Барселоне. Снова на стадионе Камп Ноу. Лига чемпионов. Барселона против Лиля. Напомню, что прошлый матч Барселона проигрывала по ходу матча. Первый гол забили команды. Команда из Франции. Ну а потом, благодаря моим двум голевым и дублю Рики Пуча, мы выиграли вот эту важную игру в третьем туре Лиги чемпионов. Посмотрим, как сейчас будет складываться игра. Вроде мы и дома, и домашние стены, домашние болельщики наши родные как бы должны что-то да и помочь. Поэтому будем верить, что очередные три очка сейчас в Лиге чемпионов будут за нами. И какой гол! Не моя ли там предголевая передача? Матеус забивает. Неплохо. Давайте сейчас посмотрим. Да, моя предголевая снова. Ну и слава богу, что мы первые забили. Надеюсь, сейчас нам двушка не прилетит от Лиля. Так сказать, наоборот, матч бы мы перевернули прошлый. Поэтому надо постараться забить еще для уверенности. И все-таки мы забиваем. Там с каким-то таким рикошетиком от защитника, как бы он замкнул, но засчитали голову на нас. Поэтому все замечательно. 66-я минута. 2-0. Барселона обыгрывает Лиль. И все, заканчивается матч. Снова у нас победа над Лилем. Правда, теперь уверенная. С счетом 2-0 дома мы забили один из голов. Манчестер снова обыгрывает Сион. Поэтому мы все так же на втором месте. У нас 3 мяча. Так сказать, отставание до Манчестера. Но я надеюсь, в очной встрече мы их обыграем. Забил уже 16-й гол в сезоне. И 199-й гол в карьере. Итак, друзья. Настал тот, наверное, самый важный момент в моей карьере, когда я буду участвовать в Эль-Классику. Реал против Барселоны. Мы играем на Сантьяго Бернабео. Ну и первая строчка сейчас играет против второй. В любом случае, если кто побеждает в этом матче, тот и будет на первом месте. В любом случае. Так будет, если только ничьей матч не закончится. Поэтому посмотрим. Реал-Мадрид в таком вот составе. Вроде как неплохо они играют. У них Лунев. А нет, мы, кстати, играли. Да, играли мы в Эль-Классика в матче за Суперкубок Испании. Но теперь это все-таки в рамках чемпионата для нас впервые. Поэтому Реал против Барсы. Поехали. Итак, Сантьяго Бернабео. Реал принимает Барселону. Очень важный матч. Все-таки Эль-Классика. Все собрались посмотреть на этот матч. Поехали. И снова, и снова мы забиваем в Эль-Классика. Замечательно. Девятая минута. Прямо как в матче против Атлетик Бельбава. Сейчас играли. Тоже на девятой минуте мы забиваем. Супер. Быстро раскатали в стеночку. Отыгрались. Отдали на нас обратную передачу. И 1-0. Барса выходит вперед в Эль-Классика. Поэтому замечательно. Это еще и на выезде гол. Очень значимый момент. Первый мой гол в Эль-Классика в чемпионате Испании. Но это было ожидаемо. Потому что мы все-таки забивали Мадридскому Реалу. Я сейчас не вспомню сколько. Но 3-м часа 2 игры в Суперкубке Испании. Поэтому супер. Еще и голевую мы сейчас отдали на 45-й минуте. Матеус еще и забивает. Шикарный матч я считаю. И все-таки мы пропускаем. 59-я минута. Кандрево забивает. Уменьшает наше преимущество. И все. Минимальная победа Барселоны на выезде против Мадридского Реала. Супер. Забили гол. Отдали голевую передачу. То есть полностью прям поучаствовали. Стали лучшими игроками матча. И теперь у нас лидерство в 3 очка над вторым местом. Замечательно. Забили 17-й гол в сезоне. Отдали 6-ю голевую передачу. 200-й гол именно в ворота Мадридского Реала. И 93-я голевая передача уже. Итак, сейчас у нас товарищеская игра против сборной Испании. Посмотрим сейчас 44-й плюс 8. Так, нет. Ну не играть я хотел. Не играть. 44-й плюс 8. Мы минимально проиграли, к сожалению. Вот, в 88-й уже матч провели за сборную России. Ну и сейчас игра против сборной Хорватии у нас. Но мы победили 3-0. Отлично. Хэтрик забили, получается, ворота Хорватии. Там наш, скорее всего, голкипер Хорват стоял. Вот. Так, ну и у нас игра сейчас против Валенсии. Они идут на седьмой строчке. Мы играем дома. Вот такой вот у них состав. Вот такой вот у нас. Ребята, надеюсь, заряжены. Барселона против Валенсии. Поехали. Итак, Камп Ноу. Барселона против Валенсии. Тоже интересный матч. Команды на самом деле иногда преподносят сюрпризы. Поэтому сегодня легкой, так сказать, пробежки не стоит ждать. И все, заканчивается матч. Как я и говорил, легкой прогулкой здесь не отделаться. Мы потеряли очки. Сейчас, не знаю, у нас, скорее всего, там минимальное будет лидерство. Вот. Я стал еще и лучшим игроком. После 11 туров мы все равно на первом месте. Там все равно кто-то потерял очки, проиграл. А Леванто вроде. Поэтому сейчас Атлетика у нас на втором месте. Ну что же. Сейчас у нас тоже интересный матч. Практически идет у нас такой период сейчас в календаре. То Мадридский Реал, то Валенсия, то теперь Атлетика Мадрид. Прям такие серьезные команды против нас встречаются. Сейчас Атлетика. Они идут на второй строчке. В случае их победы они сравняются с нами. Нам это ни в коем случае не надо. Поэтому будем пытаться сейчас отбить, так сказать, от нашего вот этого преследования. Именно Атлетика Мадрид. Играем мы на выезде. Вот такой вот состав у Атлетика. У них Мбаппе. На минуточку у них Кирилл Набабкин в обороне. Каутиньо наш. Также Кучаева я вижу на скамейке запасных. Так что есть прям такие интересные игроки. Жуафеликс до сих пор, кстати, играет. Наверное, уже по второму кругу. Возраст свой меняет. Вот поэтому Атлетика против Барселоны. Поехали. Итак, Барселона сегодня приезжает снова в Мадрид. Мы пару матчей тому назад обыграли в Мадриде на Сантьяго Бернабео. Мадридский Реал со счетом 2-1. Постараемся теперь и Атлетика обыграть. И вот от момента это 1-0. 74-я минута мы забиваем ворота Атлетика. Мадрид замечательно. Я уже думал, сейчас не дожмем в этом матче Атлетика. Но все-таки получилось. Вот мое забегание здесь отличное. Здесь Дембеле мог и травму даже получить. Но аккуратно мы отыграли. Супер. И все, заканчивается матч. Минимальная победа над Атлетико на выезде. Так что сейчас у нас должно быть хоть какое-то, надеюсь, лидерство. В любом случае там оно будет в 3 очка, наверное. Потому что другие, там Леванты и Мадридский Реал, мне кажется, не потеряли очки. Да, 3 очка в любом случае. Мадридский Реал мы обгоняем. 18-й гол в сезоне. 201-й гол в карьере. Ну что ж, сейчас у нас домашняя игра в Лиге Чемпионов против Сиона. Пятый тур. У них Роналда играет на воротах, как вы видите. Поэтому Барса против Сиона. Пятый тур Лиги Чемпионов. Поехали. Итак, Камп Ноу. Барселона против Сиона. Пятый тур Лиги Чемпионов. Поехали. Вот шикарный момент. И мы забиваем. 57-я минута. 1-0. Барселона выходит вперед. И все. Минимальная победа Барсы. В пятом туре Лиги Чемпионов над Сионом. Мы празднуем. Значит, мы уже точно вышли в плей-офф Лиги Чемпионов. Теперь в шестом туре мы встретимся с Манчестером. И будем уже выяснять отношения с ними. Выйдем ли мы с первого места или нет. Ну, кстати, Лиль обыграл Манчестер. Поэтому сейчас Манчестер на втором месте. Поэтому нам лишь бы не проиграть Манчестеру. И все. Мы точно выйдем с первого места. 19-й мой гол в сезоне. 202-й гол в карьере. И мы уже отыграли с вами 400 матчей, друзья. Ну что же. И последняя игра у нас на сегодняшний выпуск. Мы играем против Тенерифе. У них вот такой состав. Наш вы видите на своих экранах. Итак, играем на выезде. Поехали. Итак. Тенерифе против Барселоны. Выездная игра в чемпионате Испании. Последняя на сегодняшний выпуск. Поехали. И забивает. И забивает у нас Матеус. Наш дорогой Матеус. 41-я минута. 1-0. И гол. И снова забивает Матеус. Или это не Матеус? Их уже путаю. Это Майкон уже. Янидж замечательно здесь подал. И под самую перекладину забивает у нас Майкон. Итак. Меня заменили на 85-й минуте. Впервые, наверное, за то, что я не забил. Вот. Вместо меня сейчас интересно, кто вышел. Брайтвайт. И все. Уверенная выездная победа. Матеус и Матеус и Майкон нам приносят победу. У меня оценка 6-5 за матч. Мы на первом месте опережаем Мадридский Реал на 3 очка. И снова уже какой год подряд я становлюсь лучшим футболистом мира. Вот серьезно. Какой год я уже сейчас не вспомню. Я, наверное, как из Зенита ушел в Ювентус. И вот Ювентус. Два года мы играли там. Потом. Ой, сейчас даже и не вспомню. Ну вот Ювентус два года. Потом во Франции мы два года. Еще один год мы играли в Баварии. Но даже если один год из Ювентуса убрать. И вот сейчас снова мы выигрываем. То есть супер. Просто супер. Уже около 4-5 там у меня этих наград. Не знаю на самом деле сколько их. Поэтому супер. Просто супер. Так. Ну на этом мы заканчиваем сегодняшний выпуск. Спасибо, ребята, всем большое, кто смотрел этот ролик. Поставьте лайк. Напишите комментарий. Обязательно подпишитесь на канал. Поставьте на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. А с вами был Андрей и канал Футбол. Это Жить. До новых встреч, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok